привет мои хорошие всех приветствую вас в новом влоге начну его с покупок уходовой косметики здесь у меня коробочка была там что-то в коробочке заказать так далее в общем не буду вдаваться уже подробности где что и так далее потому что покупки были сделаны наверное на протяжении двух месяцев то есть это покупки ухода за декабрь и за январь и даже может быть конец ноября вот что-то такое даже немножко это во первых во вторых мало кто меня с фене 1 смотрит мало кому это информация нужна актуальна и важно поэтому просто покажу ну давайте наверное самого большого это лореаль эль сэйф у нас он и лавитал называется не знаю в чем прикол уже называете везде одинаковым литр шампуня до была очень хорошая цена и я решила взять думаю да литр да много да надолго да надоест но цена в 5 евро 40 центов я посчитала это супер потому что везде это 10 евро за такой объем шампуня поэтому вот я его и взяла дальше я недавно покупала как же называется этот бренд может быть вы вспомните тоже в общем-то лаки для волос без запаха без всего финские бренды не помню название сейчас и я подумала что он наверно такой же будет как лв и все такое но нет вы знаете по на деле оказалось что лв лучше качественнее и ну не знаю в общем я пошла купила лв тоже скидочки дождалась и купила так что вот сейчас наверное я его в использование и поставлю а тот который ну так не очень сильно мне понравился наверное на работу отнесу и там периодически тоже прическу я подправляю и там я его и закончу авант фирма это у меня ночной увлажняющий крем не пробовала я такой еще кремушек у меня по моему даже в запасе точно такой же есть но вот пока руки не дошли до него представляете вот просто преступлением дальше авант крем это не крем это ночная маска никогда не пробовала интересно попробовать что за она буду пробовать это у нас так что же то у нас наверное вода крем вокруг глаз 10 миллилитров потом я еще кстати покупала от лв увидела новинку но может быть это для меня новинка на самом деле может быть на рынке это год а может и того больше не знаю честно но для меня это новинка это сахарный скраб для тела он без запаха без всего я решил его взять люблю я эту марку пользовалась я этой маркой очень активно в свои обе беременности и поэтому у меня такие достаточно теплое чувство к этой марке ну и плюс многое продум больше часть продукции мне нравится на действительно качественно единственное что не на все время она потому что я люблю ароматы классные в косметике а здесь аромат в вообще нет поэтому я заметила по себе что в обе беременности мне эта косметика очень хорошо заходила и когда мне надоедают все отдушки все эти ароматы мне хочется просто носу и моей голове отдохнуть я тогда начинаю опять возвращаться к этой марке с удовольствием пробую я открыла посмотрела действительно аромата никакого нет скрабинки действительно сахарные плотные большие такие поэтому я думаю что скорее всего будет хорошо скрабировать дальше у меня сером я сейчас таким пользуюсь мне очень нравится эффект от этого сером и знаете даже есть немножко как-то сказать подтягивание кожи я просто в шоке у меня никогда нет одного средства не было такого эффекта а здесь я его прям ощущаю я ощущаю как кожа знаете стягивается это что-то но нравится и аромат очень классные потом вот такая вот марка это мне за заказ наверно коробочки положили вот такой кремушек ночной крем не знаю эту марку вообще вообще не знаю что из себя крем представляет не пробовала потом после рождества в токмане у нас были скидки на наборы рождественские этот набор лавера стоил 9.95 я купила со скидкой минус 50 процентов это в конце ноября до декабря это было и он мне вышел в общем-то за 5 евро я марку лавера очень люблю и был у меня период я уже канал вела все и вот был такой достаточно долгий период когда я пользовалась этой маркой покупала очень много и на немецком кстати сайте я заказывала в общем я ее на самом деле люблю у них конечно ароматы странные все но если вам понравится эти ароматы то я думаю текстура и действие вам тоже понравится здесь был бальзам такой базовый бейсис сенситив бальзам по-моему я у них никогда не пробовала вот крема для рук пробовала и не раз и мне они очень нравились так что пока это все запасик идет то что мне есть чем пользоваться но вообще я считаю конечно покупка супер удачная супер выгодная дальше это у нас дневной по моему крем а нет это скраб скраб для лица точно таким сейчас пользуюсь текстура приятно скрабирует нежно аккуратненько очень щадящий и аромат классный и выглядит очень красиво с такими блесточками в общем скраб очень хороший дальше а вот это вот у нас по моему дневную а нет это очищаю почему я все ждала дневного крема а его здесь вообще нету это пенка для умывания ноги для умывания такого голубого цвета очень красивый давно хотела его попробовать и наконец-то вот я его попробую ну и смотрите что у меня еще осталось остался сером мой любимый сером люмине вообще я все сером и люмине очень люблю не сказать что супер мне конечно нравится косметика люмине и подходит и так далее особенно когда они увеличили цены и вот это вот все то ну как бы ты думаешь очень много раз перед тем как купить люмине тебе люмине купить или докинуть знаете 5-10 евро купить люкс что-то но вы понимаете то есть цены действительно большие я считаю хотя филиаде часто можно в некоторых магазинах выловить скидку так вот здесь я выловила скидку я сейчас пользуюсь двумя серовыми люмине но они другие они новиночки для меня то есть я имею до этого не пользовалась и все время и этими серыми весь прошлый год я когда беру в руки сером и я такая думаю блин надо купить сером из линейки лады люмине ой какой же он классный он такой увлажняющий так вкусно пахнет в общем последний год может быть даже чуть больше я мыслями возвращалась к этому серому все мне его хотелось снова купить приобрести и пользоваться дождалась скидки и я купила с очень хорошей скидкой чуть ли наверное не 50 процентов но 40 точно процентов было скидка плюс тут объем не 30 миллилитров как обычно а здесь аж 50 миллилитров то есть там на выбор можно было и 30 взять но я подумал что ну раз такая скидка гулять так гулять вот поставлю мой любименький сером и будут долго им пользоваться и получать удовольствие ну вот я так решила так что может быть как что то в ближайшее время у меня на самом деле я же вам как-то говорила что запасы перебирала уходы я стараюсь уход практически не покупать если покупают а это немного это что-то выгодное по ценам это что-то что меня сильно интересовало и так далее и так вот у меня сейчас две сыворотки в использовании они твору 33 сыворотки в использовании в каждой там по половинке где-то но это так чтобы они мне не надоедали если честно и в запасе три сыворотки миниатюрки. Одна 5 миллилитров, вторая 10, третья 15. Ну, то есть, в принципе, это не так много. Но вот поэтому я думаю в этом году вот этот серум пойдет в использование и прям буду очень-очень... А, стоп, я вру! У меня же в чемоданчике еще сыворотка попалась и стилаудер. Значит, у меня три миниатюры и один и стилаудер в запасе. Но стилаудер я недавно 50 миллилитров закончила. И он очень долго у меня, серум этот был. Он хороший, мне понравился все, но он мне надоел, поэтому я его пока открывать реально не буду. Скорее всего вот этот пойдет у меня в использование раньше, чем стилаудер. Вот, вот, дорогие мои, такие покупочки у меня уходовой косметики. Ну, правда, я считаю, за два месяца это совсем мало, совсем немножко. Может, даже чуть больше, мне кажется. Надо вот посмотреть на канале, когда я последний раз покупки ухода вам показывала. Ну, вот плюс-минус, да, месяца за два. Может, даже чуть больше. Ну, короче, это не так уж много, учитывая если кое-что вот у меня даже сейчас пойдет в использование. У меня два скраба или три есть сейчас в использовании, а потом может быть, возьму вот этот. Потому что я, во-первых, его открыла, а во-вторых, ну вот мне прям хочется. Видно, я сейчас немножко подустала от всяких ароматов, поэтому вот прям с удовольствием кое-что уже и идет у меня в использовании. Напишите, что вы в последнее время покупаете. Вот я как-то стараюсь очень сильно контролировать свои покупки, чтобы не захламлять, не напокупать лишнего и так далее. Но когда какие-то цены, акции выгодны или то, что, например, очень давно хотела, я, конечно же, беру. Я себе не отказываю, скажем так, в этом удовольствии. То есть у меня нет какой-то строгости в этом плане, у меня нет такого там года без покупок, полгода, нет. Все просто в меру. Сейчас все это дело уберу, расставлю по местам, по всем своим заначкам. И, конечно же, волк с вами продолжу. Слушайте, не удержалась. Сейчас пока раскладываю все это дело. Думаю, загляну-ка, я посмотрю, как этот бренд финский называется. Вот прям самой было интересно. Хорбина. Я думаю, вы вспомните, я вам во влоге показывала. Так вот, этот у меня в запасе стоит, а второй, который такой классический, по-моему, обычный, ну какой-то слабоватенький. Так что я думаю, они, наверное, скорее всего, между собой будут действительно очень похожи. И я попробую, конечно же. Я, конечно же, их доиспользую, но все-таки, наверное, буду я иловые покупать, мне так кажется. Сейчас миниатюрка у меня в какой-то коробочке попадалась. Лака на работе стоит, я ее закончу. Вот такой вот я лак покупала. Очень сильно цены, конечно, возросли, и поэтому была какая-то акция на такой. Я его взяла. Ну и Хорбина. Короче, два у меня в запасе, и те у меня в использовании. Так что вот здесь у меня и маски для волос, несколько шампуней, гелий тоже очень много. Подсела я вот на такие. Люблю очень. Вот, ну, именно в такой форме, да, в плане пенка, вот это вот все. Они, кстати, быстро заканчиваются. То есть они не такие суперэкономичные. Плюс вот я очень сильно люблю от Сиен, вот этот с розой. Просто обожаю. Это самый вкусный, наверное, для меня аромат. Вот, поэтому недавно я их полгода, если не больше вылавливала. Недавно они появились. Вот я еще два в запасе. А, нет, три. Один у меня был, два докупила, и один сейчас у меня в использовании. То есть вы представляете, как он мне нравится. Вот такой тоже я закончила. Этот в запасе стоит. Вот этот я не пробовала. Хани Блум. Я думаю, тоже будет вкусный. Ну и, конечно, у меня таких много. О3 Толз тоже вот нравится мне. Этот в коробочке... Ой, не в коробочке. В этом каково. В адвент календаре попадался. Ну, такой достаточно аромат. Ут, пачули. То есть, ну, серьезно, скажем так, аромат. Все, никак не могу к нему подступиться. Уже полгода. Все, пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Но, думаю, может быть, пока зима. Как только вот такой у меня закончится, я тогда к нему и подступлюсь. Ну, посмотрим. Тут маски для... Не для тела, а для волос. Видите? Три масочки у меня всего в запасе. Одна в использовании. Больше масок нету. А вот все остальное... Короче, тут гели. Ну, не считая лаков. Так что гели еще тоже много. Но работаю над тем, чтобы уменьшить. В общем-то, мои гели. Вот эта любимочка моя просто. Не первый раз уже из Беларуси. Последний раз привозила. Вкуснятина. Просто нереальная. Так, это и фрашена лето. Такой вот. Так-с. Это у меня сабон. Кстати, вот такой вот, может быть, взять. Где-то недавно отзыв увидела, что... Девушка давала отзыв, что... Жидкое мыло от вот этой фирмы Декора, да, наверное, подсушивает кожу. Поэтому я вот прям сейчас думаю, может быть, тоже взять, попробовать. Если подсушивает, то закончите как гель для душа, и как жидкое мыло. Вот так, ну, по-быстренькому закончу, чтобы никакие участки кожи не пересушило сильно. Ну, посмотрим. В общем-то, у меня сейчас есть, конечно, гели. Пока сюда я не лезу. Хотя уже вот-вот кое-что закончится. Прям большой объем. Объем большой, да, в 500 мл. Закончится уже вот-вот. Поэтому, в принципе, можно будет на замену сюда залезть и что-нибудь схватить такое новенькое, вкусненькое. Ну, посмотрим. Короче, гели, да, хотелось бы мне уменьшить, чтобы половинка вот где-то была только в запасе. И все. Ну, опять же, работаю над этим. Посмотрим, что у меня получится. Стараюсь все-таки гели не покупать. Хотя недавно, месяца два или три назад, я увидела на Натина, что у DAF вышли новинки. Ой, я же люблю DAF, вы знаете. Короче, у меня крышу чуть не сорвало. Я уже в корзину все побросала. Думаю, все покупаю, беру. Потом все-таки здравый смысл взял верх надо мной. И все-таки я остановилась. Думаю, подиспользую. А потом уже прикуплю себе новиночки, попробую. Так, дети прибегали, отвлекли меня. Слушайте, знаете, что хочу еще сказать вам? Вот, было у вас такое средство? Напишите, как вы им пользовались. Потому что оно немножко вводит меня в недоумение какое-то. Это ритос. Это для волос и для тела средство. Я, на самом деле, не очень такие средства люблю. Хотя я понимаю, что состав действительно плюс-минус одинаковый. Можно и так, и так использовать. Но все равно что-то меня это останавливает. Поэтому, если оно у вас было, напишите, как вы пользовались. В каком ключе вы его использовали. Как оно вам понравилось больше всего. И, возможно, да, может туда и в ближайшее время. Хотя, по-моему, нюхала его аромат. Какой-то совсем практически такой незаметный. Может быть, даже на весну, на лето оставлю. Тут, как вы поняли, да, у меня это и такие средства есть. И вот для волос много. Шампунь, например, для волос. Это вот один из моих любимых шампуней. Это палмалев, сияние цвета, гранат. Безумно вкусно пахнет. Текстура классная. И он такой мягкий, такой классный для волос. Он такой щадящий, такой даже ухаживающий немножко, что я его использую. Даже без каких-то кондиционеров, масок и всего подобного. У меня сейчас такой в использовании есть. Там где-то половину уже использовала я. Ну, а этот в запасике стоит, ждет своего часа. Люблю, просто обожаю. Обожаю, обожаю. Так что, да, тут, в принципе, и для волос средства есть, и для тела геля. Так что не все так страшно, как кажется. Особенно учитывая вот эти. Они очень быстро расходуются. Вот если бы я взялась за них и один за одним брала в использовании, то очень быстро бы закончились. А, кстати, я же еще и новиночку купила вот такую у Сиен. Нравятся мне пены Сиен в плане самой пены, да. То есть они даже качественнее. Ну, как по мне. То есть вот эти такие жидкие ты выливаешь, они такие вот водичка выливается и так далее. Здесь же гель такой хороший, плотный выходит. Который еще больше распенивается, еще более плотную такую пену. Поэтому вот в плане плотности пены вот эти мне, конечно, очень нравятся. И вот такую новинку себе взяла. Очень понравился. Один раз использовала, пока отставила. Потому что такие действительно холодные цветы. Запах холодных цветов, ледяных, что ли. Не знаю даже как это сказать. Так что это я буду пользоваться летом, я думаю. Решила поздороваться с вами вот так вот. И сделала макияж сейчас. Пойдем погуляем с детьми. А, после прогулки хочу зайти в магазин. Кое-что мне нужно докупить. В общем-то, по мелочам. Вообще, наверное, мясо самое главное, что нужно купить. Буду... Вчера купила картошку, а мясо забыла, представляете? И у меня в планах было... Ну, в общем, мясо вкусно потушить вместе с картошкой. Но не просто все закинуть в одну емкость и потушить. А, например, мясо я хочу обжарить отдельно. Картошку отдельно обжарить. Потом все это дело смешать. Чуть-чуть огурчиков маринованных туда добавить. Естественно, лук, морковь, приправа, соль. И потом уже это все хорошо вместе потушится. Я вам сейчас рассказываю, у меня слюни текут. Давно такое не готовила. Очень хочу сделать. Обычно, кстати, я этот рецепт готовила со свининой. В этот раз хочу именно говядину мясом. Дети все уже в нетерпении. Говорю, подождите минутку, мама видео запишет. И все, они уже в нетерпении, уже готовы, уже все на старте. Понимаете, надо бежать на улицу. На улице погода классная, снежная. Все, хотят, конечно, погулять. Вот. В общем, реально говорю вам про то, что буду сейчас готовить. Ну, не сейчас, чуть позже. Через пару часов, я думаю, мы пару часов погуляем. Потом в магазин пока. В магазине быстро возьмем только то, что нужно. В общем, в планах мне вот эту штуку приготовить. И мне вообще даже кажется, что я очень давно на канал снимала отдельные рецепты. Этот рецепт где-то есть. Так что вот, ну, сегодня сделаю такую штуку. Давно хотела. И вот прям что-то картошечки тушены. Хочется чего-то вот такого. Не знаю, может быть, погода как-то влияет на вот это вот все. Так что хочется вроде бы и сытной еды, но не сильно такой тяжелой. Все-таки новогодние вот эти праздники, вот эти все дела, которые, в принципе, недавно это все дело было, тоже дают о себе знать. Хочется как-то зубчиков побольше, жидкости, ну, вот что-то такое. В общем, я вам покажу, что у меня в итоге получится. Я сомневаюсь, что у меня получится процесс снять. Все-таки дети сейчас дома. И, ну, это будет достаточно сложно. Но я постараюсь. Если получится снять хотя бы коротко, я покажу процесс. Если нет, хотя бы уже там почти конечный и почти конечный результат, я вам покажу. Так что будет такой влог, что в начале были покупки. Сейчас я с вами немножко поболтала. Может, сниму что-то на улице. Не знаю, не уверена, посмотрим. Ой, я не могу. Дети то делят что-то, то обнимаются, то целуют друг друга, то опять что-то делят. Это просто круговорот какой-то в природе, если честно. Кстати, еще не поделилась с вами такой новостью. У нас появилась кровать новая. Ну, в общем, без всяких подробностей надо было срочно и внезапно быстренько поменять кровать. Начали смотреть, начали искать. Естественно, первым делом, ну, мы привыкли, что Икея вроде бюджетный магазин. И первое, куда мы поехали, и первая, какая мысль пришла в голову, ехать в Икея. Мы приехали, мы начали смотреть. В итоге, я Миша говорю, ну, раз внезапно нужно кровать, матрасы, все остальное поменять. Он говорит, давай что-нибудь бюджетное возьмем, через годик поменяем, возьмем что-то хорошее. Миша сразу мне, конечно, отговорил, говорит, давай уже брать что-то хорошее и так далее. Ну, в общем, знаете, начали смотреть что-то хорошее, в итоге начинаешь смотреть еще лучше, еще дороже, еще дороже, еще лучше. И, в общем, мы, конечно, так досмотрели и насмотрели кровать, ну, достаточно дорогую. И вот прям всю сумму не было нам сразу выплатить. Ну, мы увидели, что рассрочка там есть за трех месяцев, так рука устает, беспроцентная. Ну, нам как раз вот на следующий месяц мы бы доплатили то, что нам не хватало. В итоге там мы столкнулись с какой-то ерундой, то есть там достаточно сложный процесс взять эту рассрочку, ты заполняешь как бы непонятно что, там ждешь потом этого одобрения, то есть ты там просто на, ну, вот, по сути, в самом магазине, на кассе, ты, в общем, ты не можешь это все сделать, тебе надо самому в интернете и так далее. Я, во-первых, не поняла прикола, зачем жизнь так усложнять всем, во-вторых, там миллион сотрудников, которые могли бы этим делом заниматься, но нет, мы подошли к ним и начали спрашивать. Они стоят рядом, мы стоим возле них и делаем вот это вот все сами в телефоне. Вот, в итоге Коля у нас болел как раз в этот период, ему плохо стало. Я говорю, все, поехали домой, мы не доделали, приехали домой. И, в общем, вы знаете, уже после этого как-то желания никакого не было, не было реально желания никакого покупать и брать в окей кровать. То есть на месте вас не обслужили, вы предлагаете рассрочку на три месяца беспроцентную, но вы на месте это дело не оформляете, вы на месте не обслуживаете, вы жизнь не упрощаете клиенту. Ну, в общем, как-то странно мне это все дело показалось. И начали тут по местным магазинам смотреть, что в итоге. Так, села на пол и поставила телефон на кровать, потому что рука болит. Устала уже держать. Мне кажется, вот это вот, то, что трещется, телефон, рука тоже вам неудобно из-за этого смотреть. Ну, в общем, слушайте дальше. Мы приехали домой, мы начали смотреть, ой, что-то такое. Меня это отвлекает, я вижу, меня это отвлекает. Так вот, начали смотреть. Тут по местным магазинам в нескольких нашли неплохие варианты нам показалось. Но так как Коле плохо стало, Коля заболел, у него реально температура поднялась очень резко. На следующий день Миша, в общем, поехал смотреть вот эти кровати, которые мы выбрали. Он полдня, на самом деле, ездил один, смотрел, он мне звонил, совещался там со мной и так далее, фотки, видео скидывал. И, ну, мораль такова. Все истории. Мы нашли кровать лучше. Кровать, матрас, тонкий верхний матрас. Мы нашли лучше, чем в Икее. То есть в Икее мы очень, по итогу, мы очень дорогую кровать обсмотрели. Вот сколько нам кровать вышло там? Полтора тысячи кровать, тысяча. Широкий такой матрас, который ложится наверх кровати. И за 900 евро тонкий белый матрас. Ну, вот и считайте, сколько. Примерно в такую же сумму мы и в Икее насмотрели, и матрасы, и кровать, и все такое. И получилось так, что плюс-минус качество, хотя вот то, что мы купили, качество все-таки чуть лучше, матрасы все-таки чуть лучше и один, и второй. И стоит это на 200 евро дешевле, чем в Икее у нас бы это все дело получилось. И мораль такова, что все-таки надо выкидывать из головы этот стереотип, что Икея дешевая, бюджетная, и там можно купить что-то бюджетненькое, и все такое прочее. Понятное дело, мы понимаем, что в Икее есть хорошие, дорогие товары, и подешевле товары, и так далее. Но вот что получилось. Мы нашли лучше кровать, по качеству матрасы лучше, и дешевле на 200 евро, чем в Икее. Я просто, в общем, это уже не первый раз, что я где-то похожая или точно такой же нахожу тут, в местных магазинах, и это дешевле, чем в Икее. Понимаете, это уже не первый раз. Поэтому все, у меня еще было в планах стулья поменять на кухню, и я понимаю, что прежде чем поехать в Икею, я проштрудирую тут все сайты, все магазины, все обойду, все посмотрю, и только лишь после этого я приму решение, где какие стулья нам брать. Так что, вот, теперь у нас новая кровать, она такая светло-серого цвета. Может быть, в этом влоге я вам покажу, хотя на самом деле, ну, смысл показывает. То есть она такая, типа, как диван, знаете, такой материал. Она высокая, она сама кровать, плюс верхняя часть, такой большой матрас. И вот сейчас мы тонкий матрас, кстати, ждем. Его в наличии не было тут на складе. Так что мы ждем, они в течение недели должны нам позвонить, мы поедем его заберем. И вот фишка в том, что нам, по-моему, вот до той кровати в Икее нам как раз-таки, ну, евро 200 не хватало, чтобы всей суммы отдать и купить эту кровать вот, да, сразу. Поэтому мы решили, ну, ладно, возьмем рассрочку, ну, типа, на два месяца оформим, раз они до трех месяцев, да, дают. И за два приема как бы выплатим. Хотя вообще мы всю сумму хотели выплатить, а оставшиеся, да, мы уже хотели на следующий месяц и отдать. Ну, то есть реально 200 евро нам не хватало, чтобы это все дело купить. Ну, а тут получилось, что на 200 евро дешевле, она по качеству лучше, матрасы лучше. Про верхний матрас я уже вообще не говорю, потому что тут матрас, который тоненький, который такой, ты ложишься, он принимает форму твоего тела, то есть это суперклассно, это суперудобно. У нас такие подушки, это реально качество сна на все 100%. А в Икее как бы он был верхний и все такое, тоже тонкий, но он другой был по качеству. Мне кажется, даже может быть, вы знаете, это как бы так на вскидку, что мы вроде как на 200 евро даже дешевле, кровать лучше, все лучше, и на 200 евро дешевле. На самом деле, может быть, если вообще даже по этому матрасу все это посмотреть, может даже еще больше, еще, ну, выгоднее, да, по цене мы купили, хотя по качеству вообще это супер. Поэтому вот такая вот мораль всей истории, что все-таки не торопитесь с такими большими, крупными покупками, ищите, смотрите. Ну, у нас обстоятельства были такие, что вот просто раз в один день нужно было срочно кровать, понимаете. С утра проснулись туда-сюда, и нужно было срочно кровать. И кровать нужна, на чем-то спать нужна и так далее. Поэтому вот уже в течение дня начали с этими делами разбираться. Но, конечно, все, что не делается, все к лучшему. Да, у ребенка поднялась температура, ему стало плохо, я в Икее расписиховалась, потому что стоят эти консультанты-продавцы, и нафиг вообще они там нужны. Их там просто толпы, если они не могут элементарную рассрочку на два месяца сделать. Ну, я вообще не поняла прикола. И из-за того, что Икея, мне кажется, устроила какую-то дебильную систему с этим оформлением рассрочки, мне кажется, они вот нас потеряли как клиента, а мы, ну, на минуточку, тысяча за три, да, у нас там вышла эта кровать с матрасами. То есть это не 20 евро столик журнальный какой-то. Поэтому, мне кажется, они не только нас потеряли, а много кого мы могли из-за этой ерунды потерять, потому что, ну, правда, это прям слишком они усложнили жизнь клиентам. Ну, вот правда. Ну, так что вот такие дела. Ну, кровать я довольна, она просто космический корабль какой-то, если честно. Спать на нее вообще одно удовольствие. Ну, вот, это сколько? Дня три назад? Ну, когда это тут у нас это вот все? Ну, в общем, вот-вот это все дело произошло, вот-вот мы все поменяли, и вот ждем. Я вот надеюсь, что в ближайший день-два уже получится съедеть и забрать матрас. Так, все вам рассказала о последних наших делах. На самом деле, я просто сделала такое небольшое включение, хотела с вами, ну, так поздороваться с глаз на глаз, да, так скажем. А в итоге вспомнила, что, ой, я же сижу на новой кроватке, ой, история есть интересная про кроватку, про Икею, и как это все дело происходило. Так что, вот, да, мораль всей сказки такова, что не нужно торопиться, особенно с большими, крупными, дорогими покупками. Все хорошо нужно пересмотреть по сто тысяч раз, перепроверить, не только по интернету, а вживую прийти, посидеть, пощупать и так далее. Поэтому в итоге-то у нас получилось купить кровать лучше, дороже, качественнее и без всяких рассрочек. Понимаете, мы вложились вообще в свой бюджет, который у нас был на тот момент, вообще на все сто процентов, чему я очень рада. Все. Будем собираться, будем выходить. Если получится, что-то сниму на улице. Если нет, уже вечером, когда мы придем, когда я буду кушать и готовить, я вам покажу, в общем-то, мое блюдо, которое я, ну, либо буду ставить в духовку, либо уже после духовки. В общем, все. Надеюсь, что покажу. поедем? Поедем? Заехали в Лидл? Да поедем. Такой тут большой. Кое-что купили после прогулки и домой. Поедем. Садись. Садись. Красиво получается? Конечно, красиво. Сидим, рисуем, делаем снежинки. Короче, вот такие снежинки. На самом деле, сейчас покажу набор. Оказался плохим. Такой вот набор покупали в как его? Ой, в Токмане. Тут вот и снежинки вроде бы, и веревочки. Да. Покажи, разокрасил. Молодец. Вот, веревочки вообще непригодные. То есть, они не продевались в отверстия, и я принесла свои в итоге. Также здесь было два цвета вот таких. Вот один вот золотистый, второй вот такой. Буквально на дну снежинку, немного этого состава хватило, и все. Ну, то есть, странный набор, абсолютно непредусмотренный, абсолютно непродуманный. А снежинок вот сколько. Представляете? Поэтому я принесла, ну что, гуашь. И мы сейчас будем разокрашивать. Ну, дети уже, конечно, молюют. Так сосредоточено. В общем, не знаю. Кстати, почему вот я сейчас включение во влог делаю? Может быть, вы посоветуете на Шиин, или на Алиэкспресс, вот такого плана всяких наборчиков, чтобы с детьми посидеть, помастерить, что-то поделать. Потому что, я, если в Финляндии нахожу это вот как этот наборчик, он стоит 3 евро, это дешево, но в итоге получается, получается очень непродуманно и некачественно. Либо что-то очень дорогое попадается, ну прям жалко на такое деньги, знаете, отдавать. Поэтому посоветуйте, бери, переколь. Поэтому посоветуйте, пожалуйста, может быть, ссылки какие-то скиньте, или ссылки на магазин, на Алиэкспресс, или на Шиин. И вот я тогда с удовольствием позаказываю. Потому что моя фантазия уже подходит к концу. Все, что я могла там, как-то с ними сделать, порисовать, что-то повырезать. Мне кажется, я уже все по максимуму сделала. И вот сейчас на помощь только вот такие уже готовые наборчики приходят. Готовлю ужин. Он у меня сегодня очень простой. Это батат, и это картофель. Я все почистила, помыла, порезала крупными кусочками, добавила сюда разную зелень, и оливковое масло. Все перемешала. И оно чуть-чуть сейчас постоит у меня здесь, при комнатной температуре. А потом уберу в духовку. Будет стоять сейчас при комнатной температуре не просто там для чего-то, что это специально нужно, что-то так вкуснее, лучше будет. Нет. Просто потому, что в духовке сейчас у меня стоит рыба. Красную рыбу запекаю с солью и приправой. Вот она моя рыбка. Как приготовиться, я ее достану, тоже вам сниму, покажу. Так что вот такой у нас будет ужин. И еще готовлю деткам супчик. Потому что рыбу они явно есть не будут. Если картошку и батат могут, то рыбу нет. И готовлю им супчик. Вот такой супчик. Это, в принципе, финский супчик с такими сосисками специальными. То есть это не такие сосиски вареные там, или как правильно сказать. В общем, это специальные финские сосиски. У них такой вот суп. Есть, вы знаете, как-то предвзятые к нему относилась, а потом однажды попробовала. Это готовится быстро. Это так вкусно, и наваристо, и деткам очень-очень нравится. Сейчас сюда добавлю я, наверное, рис. И все. Он еще, ну, до готовности риса постоит супчик, и все. Так. На самом деле, доделываю все в таких потемках, просто не могу вам передать. Только-только достала овощи с духовки, выключила. До этого рыбку достала. Камера как-то вот темнее все делает, чем есть на самом деле. Я не знаю, что не так с настройками, но вот что имеем, то имеем, как говорится. Видите, она такая толстенькая, жирненькая. Много специй. Смотрю, что-то я насыпала. Как-то я не видела, если честно, когда насыпала, что столько много. Ну, ничего страшного. Специи, кстати, белорусские, мои любимые, вкусные. Так что точно будет очень вкусненько. Короче говоря, завозилась тут с детьми, со всеми делами. И, в общем, только сейчас все это доготовила. А сейчас без 15,9. Ну, мы с детьми покушали супчик. В итоге не вот этот наш ужин был, а суп. Но ничего страшного. Сейчас мне нужно стирку, одну сушку разложить. И, в общем, на сегодня, наверное, с вами я прощаюсь. Ну, то есть, влог не заканчиваю. Встретимся с вами в другой части. Завтра кое-что хочу вам показать. Интересное. Почему? Стоп. Ну, да. Поднимайся в сад, идём. Будешь мокрый. Темнота. Идём в садик. Пахнет вкусно. Пахнет вкусно. Кто-то печку топит. Печку кто-то тут топит. Ой, правда, как вкусно пахнет. Обалдеть. Может быть, здесь, в этом доме? Мам, у тебя печка. Печка, да. Кто-то печку топит. Прям Беларусь вспоминает домик наш. Ой, как домой захотелось сразу. Красота. Вот наш садик, кстати. Пойдёмте немножко в обход обойдём, чтобы двери не открывать по сто раз. Сегодняшнего дня Мира будет ходить в Колину группу. Так что они будут в одной группе. Единственное, что немножко у них ритм будет разный. Как мне объяснял воспитатель, чтобы они всё время прям вместе не находились и так далее. Ну, что, типа, для них это будет полезно. То есть, одна... Ну, идём, заходи. Садик немножко, пока никого нет. То есть, одна часть группы там, например, с Мирой будут на улице. Коля будет в группе с чем-то заниматься. Потом Коля на часть группы идёт на улицу. Мира в группе. Ну, в общем, немножко вот так вот. Всё. Отвела. Зевзиков своих. Садик. Малышей и кнопочек. Всё. Зайду сейчас ещё в магазин. На самом деле, я не планировала. Потом, думаю, нужно зайти. А то потом... Ну, у меня вообще сегодня выходной. Это придётся потом среди бела дня. Идти специально. Такой мороз. Так холодно. Вообще не хочется этого. Слышите, как хрустит? Ой, как я это люблю. Я не знаю. Вообще обожаю. Просто обожаю. Обожаю, когда так снежно. Когда всё это дело хрустит. И меня даже не пугает, что холодно, замерзаешь. Конечно, неприятненько. Но ничего. Жить можно. Как говорится. Так вот, начала вам говорить, что Мира первый день сегодня у Коли в группе. И она уже будет там постоянно. То есть её перевели с маленькой группы. И, в общем, в шкафчик раскладывала вещи её. Ой, говорить не могу долго. Телефон держать не могу долго. Так что постараюсь сокращённым. Так вот, перед каникулами, да, когда мы уходили, Мирина вещи собрали в пакет и отдали мне. То есть я даже не собирала их. И уже дома. Ну, то есть я забрала пакет и забрала. Мирина вещи и Мирина вещи. А уже дома начала разбирать, чтобы постирать. Ну, порядок навести и всё такое. Смотрю, а там перчатки не наши. Розовые такие, не наши. Я их тоже постирала. Всё, я сейчас перенесла. Ну, сразу отдала. Говорю, это не наши ошибки. Нам положили в пакет. Так вот, они забрали. Я не знаю, буду смотреть. Там имя есть, нету. Я, кстати, даже не посмотрела, подписано ли имя. Есть там имя или нету на вещах. Ну, часто пишут, отклеят имена. Вот, но сразу отдала. Потому что знаю, что такое, когда люди не отдают. У нас с Колей была эта ситуация. Осенью мы купили ему очень хорошие перчатки. Принесли. По-моему, я их даже подписала. Их кто-то увёл, эти перчатки. Вот просто с утра были. В обед они уже собирались на улицу. Воспитатели мне рассказывают. Уже нет перчаток, понимаете? Искали-искали? Нету. Видно, кто-то с утра, короче, их стырил. Ну, я так делаю предположения. И всё. Мы купили новые. То есть, вот эти вот перчатки он, может, неделю поносил, мне кажется. Купили новые. Тоже недели не прошло. Опять их кто-то украл. Так, немножко прошло, а то холодно. А я стою, болтаю. Так вот, прошла неделя, вот их украли. Вторые купили. Может, даже неделя не прошло. Может, прошла неделя. Ну, то есть, тоже практически сразу их украли. Ну, я уже такой шум подняла. Говорю, ну, что это такое? Говорю, каждую неделю перчатки покупать. Воспитатели, давай быстрее у всех спрашивать. Родителей по сто раз, несколько дней подряд спрашивали. Может, вы случайно забрали. Пожалуйста, принесите. Все дела. Вот никто не принёс. Вот вы представляете, дома, естественно, их нет. Как они могут быть дома, если я ребёнка одела? Перчатки тоже. Всё. И мы по холоду пошли в садик. В сад пришли, сняли перчатки, положили ему в шкафчик. Ребёнок пошёл гулять. Я пошла домой. Ой, как они могут быть дома? Ну, то есть, вообще, реально воспитатели спрашивали. Несколько дней у всех. Никто не признался, никто не принёс. У меня вообще ощущение, что кто-то вообще целенаправленно, видно, увидел эти перчаточки, забрал и пошёл. Поэтому кто признается, если он специально их воровал? Я в шоке. Я в таком шоке просто. Потом мы купили уже третьи перчатки. Я уже их подписала вот просто и маркером, и наклейки наклеила. Я купила верёвочки специальные, чтобы, знаете, вот как в нашем детстве было. Перчатки, рукавички на верёвочках продеваются вовнутрь. Уже и вот так вот сделала. Ну, слава богу, по тут фу, всё. Всё на месте, всё нормально. А сейчас пришла зима, и мы купили им такие крутые перчатки. Они на замках, они такие толстые, пухлые. Ох, как я боюсь теперь каждый день, что их у нас опять могут увезти. Потому что вот это, ну, дорогущие, классные очень перчатки, вообще тёплые. Они просто удобно, офигенные вот с этим замочком. Ну, короче, вот такая у нас была проблема, представляете? Вот реально воруют, в ус не дуют, и никто глазом не моргнёт, никто не вернёт. Я вообще таких людей не понимаю. У меня детки маленькие, я их всегда учу. Не берите чужое. Всегда спрашивайте, всегда возвращайте. Всё, вот просто от ада я вот всему учу. И самой у меня совесть не позволяет вот так вот сделать. Ни какие-то носочки прикарманить, забрать. Ни вот эти вот перчаточки, которые случайно к нам попали, я их сама не брала. А могла бы прикарманить, и всё такое. Вообще у меня совесть не позволяет это сделать. Я не понимаю людей, то есть, когда они берут не своё. Ой, холодно. Всё, встретимся дома уже. Итак, дорогие мои, быстренько поделюсь своими покупочками. Ерунды на самом деле она покупала с большего. Но, блин, как есть. Видно, голодная была. Ну, естественно, голодная с утра, потому что мы поднялись, оделись, быстренько побежали. Ну, ладно, давайте покажу. Иногда и такие покупки надо. Хотя я очень стараюсь контролировать в плане сладости, что я ем. И, ну, мало, мало чего мне в рот попадает из сладостей. Но вот, видно, захотелось. Может быть, мороз. Может быть, то, что голодная. Может, всё это вместе. В общем, накупила. Ну, давайте по порядку. Круассаны. Когда вот эти круассаны есть, и вот эти все дни XXL, я их тогда всегда беру. Дети их любят. Я вообще их не понимаю, не люблю. Фу. Для меня это бяка вообще. Я попробовала один раз и сказала, что это я есть не буду. Так же всегда в эти дни мы покупаем вот такие вот большие упаковки йогурта. Они стоят почти 5 евро, мне кажется. Но они очень выгодны на самом деле. Тут 16 упаковочек по 125 грамм. То есть, ну, да. Это достаточно хорошее количество такое. Дети очень любят вот эти йогурты. Сейчас нам с Мишей на завтрак вкусняшку. Я себе с творогом взяла. Это слоёное тесто с творогом. Ну, а Миша вот эту вот классическую финскую корлу после. Короче, взяла её. Дальше. Когда бывают вот такие творожки эстонские, я тоже всегда их беру. Они более-менее похожи на наши любимые белорусские такие мишки. Поэтому всегда беру. А когда нету этих упаковочек, я беру просто поштучно. Ну, а сегодня были упаковки. Упаковками тоже выгодно. Поэтому взяла. Дети просто сметают их на ура. Естественно, я тоже съем хотя бы один, но точно съем. Две разные упаковочки сосисок. Вот эти вот дорогие. И Картанон фирма хорошая. Это так вот детка может быть сварить, пожарить и так далее. Вот это вот недорого. Я думаю, может, в пиццу накрошить что-то такое. Соус кебаб купила. Очень его люблю. Он такой остренький, насыщенный, классный. И, конечно же, к нему лаваши купила. В общем, я очень часто себе готовлю отдельно. То есть в лаваш я накладываю разную зеленушку. Там огурцы, помидоры, листья салата. В гриле, допустим, делаю филе куриное. И потом это немножко заливаю вот таким соусом. Вот только-только у меня такой соус закончился. Поэтому я взяла хлебушек. Это деткам на бутербродике. Не удержалось. Вот что-что я поем. Но я вот поем вот этих вот. Не знаю, сегодня либо завтра. Но обязательно съем. Очень их сильно люблю. Финские трюфельные конфеты. Они такие маслянистые. Они вкусные. Они во рту тают. В общем, это что-то любимое и потрясающее. Единственное, что я заметила, что я их покупаю только зимой. Вот зимой за зиму куплю несколько раз. И все. Потом весь год не покупаю. Потом опять зимой куплю. Я не знаю, с чем это связано и почему. Хотя они очень вкусные. Очень вкусные. Но сейчас-то и в основном, кстати, я их покупаю и кушаю в декабре. Обычно. В этом году нет. И у меня в мыслях такая... Такая мысль у меня есть, в общем, в голове. Что, возможно, мы в ноябре ездили в Беларусь. Мы купили очень много разных белорусских конфет. Знаете, когда дома едят белорусские конфеты, финские, ну нафиг надо, если честно. Хотя вот эти финские очень хорошие, правда. Поэтому, может быть, поэтому я в декабре вообще... И вообще, мне кажется, за эту зиму еще ни разу их не покупала. В общем, решила взять и справляюсь. Мне кажется, не покупала. Могу ошибаться, но вроде бы не покупала. И взяла готовые замороженные вот такие рис и пирока. Это такие калитки. Карельские... Карельские калитки, наверное, вот в России тоже они есть. По-моему, они вот так называются. Вообще их раньше не любила. Когда приехала в Финляндию только жить, вообще не понимала их вкус. Что это? Зачем это? Но прошли годы. Я, видно, их распробовала. И сейчас, опять же, зимой тоже, вот заметила, именно этой зимой я стала покупать вот такие упаковки. Сама их в духовке готовлю. Они тепленькие, классные такие. С кофем это вообще заходит на ура. Дети очень любят. Чуть-чуть маргаринчика сюда. Просто вкуснятина. Можно сыра сюда. В общем, вот такой у меня сегодня будет завтрак. Это будут несколько вот этих вот кофе. И, возможно, вот это вот пол. Ну, невозможно точно, раз я ее купила, она свеженькая, ее нужно кушать. Вот такой будет завтрак. Простой. Ничего, скажем так, интересного, сложного и так далее. В общем, такие покупки были. Тут, как вы видите, ни овощей, ни мяса, ничего. Но иногда и такие бывают. Ну, а что поделать. Ну, а сейчас я буду готовить вот эти вот калитки. И буду кофе ставить. И потом, да, посижу что-нибудь, посмотрю. В тишине, не спеша покушаю. Класс! Как я люблю такие дни, я вам просто передать не могу. Так, ну и давайте я быстренько вам покажу мои покупочки. Это как раз то, что я хотела вчера вам показать. Они совсем маленькие покупочки, повторочки. Но если это повторочки, значит, очень мне это все понравилось. Давайте посмотрим. Во-первых, недавно я приобрела вот такой нож Тефаль. Это шеф-нож, по-моему, называется. Попробовала, обалдела. Во-первых, я его по скидке приобрела. Во-вторых, очень понравился он. Вот такими ножами я не люблю пользоваться. Но просто я, видно, не находила нож по размеру. И по ироке, и длину лезию. Именно та, которая подходит мне. Короче говоря, я купила. Поняла, что мне очень нравится. Просто это что-то невероятное. И что вы думаете? А купила-то я в Токмане по скидке. И практически на следующий день я побежала и купила второй. Смотрите, какая у него цена. 10 евро. Для такого качественного, удобного и классного ножа, я считаю, это вообще просто не цена. Поэтому я купила второй. Возможно, вот сейчас я вам его покажу, разверну и одновременно двумя буду пользоваться. Бывает такое, что иногда не хватает ножей, когда много готовишь. Так, сейчас посмотрим. Тут русский есть. Ну нет, куда ж нам до русского языка, конечно. Все как обычно. Ничего нового. Ну, в общем, нож на самом деле хороший, качественный. Нож повторка. Просто любовь. Обожаю. Еще что хочу показать, тоже повторка. Это вот такая емкость для жидкости. Цена здесь у него 3 евро, как видите. Я точно такую же принесла вам. Покупала, по-моему, за пять с чем-то в Токмане, на Алиэкспресс, по-моему, на Шеин. Я такие тоже видела. Поэтому, если вам понравится, вы можете зайти и посмотреть. Если я не ошибаюсь, они есть разного размера. Но у меня вот здесь, вот видите, 300 миллилитров. В общем, где-то полгода назад я купила емкость вот эту. Залила сюда масло подсолнечное. Пользуюсь. Мне безумно нравится. И что хочу сказать... Вернее, не подсолнечное, а оливковое. Что хочу сказать. Реально понравилось. Во-первых, мне нравится, что это стекло. Во-вторых, можно выбрать тот объем, который подходит вам. Но самый большой плюс для меня, что вот эта вот пимка изолируется крышечкой. И когда используешь масло, наливаешь его. То есть все вокруг не измазывается. У меня до этого были такие бутылочки из Икеи. Там горлышко было такое широкое. И все на этом. То есть когда я из него выливала масло из тех бутылочек, все вокруг измазывалось, масло начинало течь. И после каждого добавления масла в сковороду, допустим, приходилось быстренько протирать, затирать. И все равно это не совсем помогало. Плюс у меня были другие емкости. Когда-то с Алиэкспресс. Тоже были неудачные. Я их тоже выбросила. Там хотя бы была вот эта вот. Но она тоже была какая-то странная, непонятная. Здесь же вообще все идеально сделано. Видите, тут такое вот закругление, так скажем. Не знаю, вот эта вот емкость прям очень мне понравилась. Я обдумывала, что, наверное, мне надо еще докупить братиков и сестричек, например, для соевого соуса и для подсолнечного масла. Я все думала-думала. И была эта идея, мысль в голове. Думаю, обязательно куплю. И как-то была в Токмане. Как раз тогда, когда. Это после Рождества, наверное, скидки начались у нас. Смотрю, стоит. Стоят две подружки по 3 евро. То есть если первую бутылочку я купила, она стоила почти 6 евро. Там, по-моему, 5 с чем-то, девочки, если не ошибаюсь. То подружек я ей или сестричек, как сказать, я уже купила за 3 евро каждая. И я считаю, это выгодно. Вот. Единственная сейчас одна вот такая большая проблема у меня осталась. Нужно подписать, как-то, наверное, придумать или как-то обозначить, что и для чего здесь. Ну, соевый соус, понятно, да? То есть это темный соус, а растительное масло и оливковое все-таки нужно подписать. Я думаю, что, в общем, буду пользоваться, получать удовольствие. Это действительно качественные баночки. Единственное, что стекло тонкое. То есть это вы учтите. Оно такое достаточно, мне кажется, хрупкое. Хотя мы понимаем, когда пользуемся стеклом, что нужно пользоваться аккуратно. Так что вот, это такие малышки-покупки. Но выгодные, нужные, проверенные временем. Еще, кстати, у меня тут свеча горит от Rittles. Я часто в последнее время говорю вам, что люблю эту марку. Да, нравится. Уход за лицом, конечно, вообще мимо. Мимо кассы. А уход за телом нравится. И аромат, и все очень нравится. И вот свечу использую. Она у меня была в адвент-календаре. Уже почти догорает. У меня из этой линейки Дикий сад есть уход. Очень нравится. Аромат. Все классно, идеально. Здесь же практически я не слышу этот аромат. Не знаю, может быть, у меня, конечно, зал очень большой. Но даже вот тут вот рядом стою сейчас, не совсем, чуть-чуть совсем вот такой легенький какой-то ароматик слышу. Так что, не знаю, может быть, и не стоят эти свечи того, чтобы так дорого за них платить. А я ведь уже поторопилась и на пароме, когда с подругой плавала в Эстонию, купила большую такую же свечу. Но посмотрим, как она будет. И из адвента у меня еще 4 или 5 маленьких таких свечек есть. Их тоже потихонечку буду использовать. Все, дорогие мои, влог буду заканчивать. Я надеюсь, вы приятно со мной провели время. До новых встреч. Пока-пока.